Девушки отдыхают Главный арбитр в ринге Елена Емельянова Добрый вечер. Крым – туристическая метка или заповедник советского сервиса? Может ли полуостров конкурировать с заграничными курортами и чего ждать от сезона 2019? Сегодня в нашей студии представители туриндустрии и отдыхающие. Кто победит на информационном ринге, начнем спорить прямо сейчас и все будет жестко. В красном углу ринга представители туриндустрии. Максим Ткачиборода – бренд-амбассадор винного производителя Сомелье. Людмила Бабий – эксперт в области туриндустрии, директор крымского туроператора. Артем Мачульский – директор по развитию гостиничной управляющей компании. В синем углу ринга – отдыхающие. Алена Бордовская – тревел-блогер. Анастасия Бондаренко – тревел-блогер-экскурсовод. Вадим Никифоров – журналист. Первый раунд. Бой с тенью. Правила первого раунда. Задача участников двух команд, отвечая на мой вопрос, максимально коротко и ясно разъяснить свою позицию по теме. На это каждому из вас дается ровно 30 секунд. В споры не вступать. Для этого будет отдельный раунд. В ринге запрещено. Использовать нецензурную лексику и физический контакт. Все, что не запрещено, разрешено. Но я не советую вам отклоняться от темы, нарушать регламент и без причины переходить на личности. За ходом поединка будут следить я и судейская коллегия. Алекс Сит – крымский тревел-блогер. Наталья Пархоменко – председатель ассоциации малых отелей Крыма. И редактор телеканала «Крым-24» Дмитрий Михайлов. Все нарушения учитываются при вынесении итогового решения. Вы готовы? Итак, мы начинаем. В ринге все решения принимаю я. Кому выступать первым? Сегодня начнут представители туристического бизнеса. У каждого из вашей команды есть 30 секунд, чтобы ответить на мой следующий вопрос. Туриндустрия мирового уровня в Турции выросла лет до 15. В Крыму же есть только цена, а товара нет. Вы что-то делаете не так и когда ждать изменений? Можно начинать? В первую очередь необходимо понять, что Крым 5 лет назад столкнулся с абсолютно новыми реалиями. И Крым в первую очередь нужно сравнивать с Крымом вчера. И наблюдать эту динамику в первую очередь. Если говорить о том, что соотношение цены и качества пока не идеально, это действительно так. Но есть рыночные механизмы. И в течение ближайшего времени все встанет на свои места. И как только это произойдет, конкуренция обязательно будет рождать новые качественные продукты. Вы крымчанин? Нет. Пожалуйста. Я не согласна с вами абсолютно. Нет товара, есть цена. 7 миллионов человек в прошлом году что купили в Крыму? Почему они выбрали товар под названием «Крымский турпродукт»? Почему они приехали в прошлом году? Почему они планируют приехать в этом? И почему в этом году у нас такое раннее бронирование и такой спрос именно на крымский продукт? Пожалуйста. Я в течение пяти лет пью, занимаюсь вином, как представили сами индустрии гостеприимства. И, собственно говоря, видел много всплесков, как работали с гостями. В том числе в 2015 году, когда все поменялось, я увидел, что пришел новый инвестор и построил комплекс, который был непонятен местным людям. Но он был ориентирован на большой поток туристов, и сейчас он отрабатывает свое. Мы провели фестиваль, благополучно, 28 тысяч человек. Кто-то, конечно, недоволен, но, тем не менее, мы подстройки делаем под гостей. Спасибо. Теперь вопрос к вашей команде. Я так понимаю, к команде, которая не совсем довольна. Вот вы обычно недовольны ценами и сервисом, но турпоток в Крым при этом сохраняется и бьет все рекорды. Туриста насильно сюда никто не гонит. Так может, с вами что-то не так? Ну, я не исключаю, что со мной что-то не так, но при этом мы живем в мире, где есть конкуренция, где человек вправе выбирать, что ему нравится, что ему не нравится. Отдыхать в Крыму по ряду причин мне не нравится. Я пробовал, пробовал последний раз в прошлом году. Это была очередная попытка неудачная. Поэтому в этом году я выбрал другой регион для отдыха. Пожалуйста. На самом деле в Крым идут многие, но они в Крым идут не за гостиницей, не за сервисом, не за ресторанами. Едут только за природой и красивыми условиями, интересными экскурсиями. Все, кто приходит ко мне на экскурсии, кто пишет мне в блог, все ценами недовольны. Я, в принципе, с ней абсолютно согласна. Крым – это, прежде всего, природа и красота, но никак, увы, не сервис. Здесь первый раз увидел море. Пожалуйста. В прошлом году высокий интерес к Крыму был обусловлен открытием моста. Многие хотели проехаться по мосту, в том числе Краснодарский край, в том числе и Занапы. Многие приезжали посмотреть Крым. В этом году чем-то нужно новым удивить, чем-то позвать. Природа, да, в Крыму уникальны. Экскурсии, да, уникальны. Но Турция, я была в Турции, у них перенаправлен сейчас на клиента поток. И они дают такие экскурсии тоже интересные, у них тоже есть что посмотреть. То есть, ну, спасибо, да. Итак, ваше время есть циклон, теперь слово судим. Олег, скажите, кто из сторон вас убедил в первом раунде? В первом раунде мне понравилась больше красная команда, то есть команда отельеров как-то более, ну, на мой взгляд, более доступно объяснили. И надеемся, что они правы и все изменится к лучшему. Как вы считаете, чья сторона в этом споре более выигрышна? Красная сторона, конечно. Больше аргументов обоснованных. Не потому, что мне не нравится, а конкретно, что будет и перспектива. Это здорово. Спасибо. Вадим, вас как журналисты слова оппонентов переубедили хоть в чем-то? Нет, меня слова вообще не переубеждают ни в чем. Меня обычно переубеждает какой-то мой опыт или опыт каких-то знакомых мне людей. То, что я вижу вокруг, меня способно переубедить. А слова вряд ли. Анастасия, ну вот команда противоположная сказала, что все меняется. Вы с этим согласны? Ну, хоть что-то позитивное можете отметить? Позитивное много чего. Реконструкция санаториев, гостиниц, но очень маленькими шагами. И нам очень еще далеко до передовых курортов Турции, Египта и даже других. Даже до Сочи нам еще очень далеко расти. Алена, а вы как считаете, нам действительно маленькими шагами ко всему идти, и кроме моста нечего смотреть? Те, кто был в Турции, удивятся. Но все, что они построили, они сделали это за 20 лет. А мы уже 5 лет как бы при реконструкции, при России. Все-таки мы меняемся, и все в Крыму. Мы за 5 лет поменялись, конечно, но не такими темпами, как все это меняется в Турции. Спасибо. Артем, вы сказали, что все впереди. А сколько нам еще ждать, когда наступит это светлое будущее, хотя бы как в Турции? Ну, коллеги, опять же, нужно быть объективными в своих оценках и смотреть и темпы экономического роста. Но для меня очевидно, что в ближайшие 5 лет Крым сделает хороший прорыв вперед, потому что для меня изменения очевидны. Да, они, может быть, хочется всегда больше, но давайте быть объективными. Есть экономика, есть некие правила развития бизнеса, и их нужно все-таки соблюдать. Спасибо. Людмила, вы сказали о количестве туристов, а о качестве приема туристов. Это важно? Нам нужны только цифры, либо хорошие впечатления? Я думаю, что если турист возвращается в регион, если бронирование начинается с декабря, если наши ательеры, хотя цены уже в январе сделают, и сейчас идет просто продажа последних номеров на август, это говорит о том, что качество все-таки есть, услуг. Оно не повсеместно, как и везде. В той же Турции, в Египте есть абсолютно турецкий или туристический фастфуд, так называемый, где им предложат самые плохие номера и самую невкусную стеклянную еду. Это есть на всех курортах мира. Но то, что у вас есть качество, это факт. Спасибо. Максим, туристов много, а достаточно ли они готовы платить за хороший сервис, или им нужно просто в палатке отдохнуть? На самом деле, разная группа туристов. Мы делали доступность, если говорить о дегустациях, можно от 60 рублей попробовать два вина. Я считаю, что это очень доступно, сверхдоступно. Хорошо, спасибо. Итак, в первом раунде единогласным решением судей победа присуждается команде в красном углу представителей туристической индустрии. Счет 1-0. Второй раунд. Глухая защита. Правила второго раунда. Я задаю вопросы каждому из вас по очереди. Вы отвечаете по времени столько, сколько я посчитаю нужно. Итак, поехали. Максим, в Крыму работают несколько проектов винного туризма. Вот вы хотите заманить в Крым людей, которым бы алкоголь помешал увидеть реальность недостатков местных? Помешал увидеть реальность, затуманить разум? Нет, мы просто хотим людей немножко озлобленных расслабить, потому что вино никогда в агрессии не вело. Смельчить фокус? Ну, нет, не фокус, потому что, наоборот, мне кажется, можно увидеть больше в спокойном, расслабленном состоянии. Вино — это именно тот напиток. Это не водка, это не пиво со спиртом, да. То есть, мне кажется, этот напиток, наоборот, располагает к беседе больше, как сейчас у нас. И повышает потенциал Крыма, я так понимаю, да? Ну, в этот момент можно рассказать, что они не увидели еще, даже если они на негативе. А без алкоголя, вы считаете, что нельзя рассказать о том, что можно увидеть? Можно, конечно же, без проблем. Но вопрос массирования информации, да. То есть, информация иногда подается очень жестко, и, мне кажется, негативная энергия привлекает определенную группу людей, как и позитивная, да, на чьей-то стороне, как в «Звездных войнах». И вино как-то это определяет, да? Вино помогает, ну, людям расположить. С вином сейчас какая-то проблема, как вы считаете, как эксперт? Я считаю, что с вином у нас нет проблем. У нас есть проблема с посадками, да, то есть у нас пока еще мало виноградей. Цена людям по карману, туристам, которые приезжают сегодня в Крым, они готовы покупать... Да, абсолютно, вы можете в ресторане в нашем за 100 рублей взять бокал вина. В вашем ресторане? Да. Кстати, я так понимаю, что вы как сомелье, вы уверенно можете отличить белое от красного, так? Ну, не совсем, бывает еще, ошибаюсь, но я не сомелье уже, да, я амбассадор завода. А что такое амбассадор? Амбассадор, презентую, обучаю и как раз-таки рассказываю. То есть чем красное от белого, я поняла. Ваш винный бар, насколько я знаю, проработал около полутора лет, так? На самом деле, мой собственный? Да, да, ваш висус. Два года. Два года, да. То есть попытка предложить вино как некую культуру, она закончилась неудачно, автохтонное не пошло? Не, не совсем так. На самом деле, оно проработало два года. Это был мой фановый проект, больше всего, да. Но, тем не менее, все правительственные делегации и такие винные гики приезжали ко мне узнать, когда появится новое вино, этикетка. То есть они пробовали вино еще без этикетки, без ничего. В принципе, таким образом я продвигал новое виноделие. А правительственные делегации, они поддерживают какого производителя сегодня? Ну, крымское, надеюсь, да. Если мы находимся в Крыму. Ну, к вам приезжали узнать, Максим, когда у вас что-то появится. Мысль идти импорт, когда ты в Крыму. Конечно, кто-то хочет, проблем нет. Я не за запрет импортного вина, который происходит, да. То есть должна быть честная конкуренция. Но все-таки на их стороне больше... Почему бизнес-то переориентировали? Бизнес, ну, во-первых, мне сделали хорошее предложение в золотой балке. Да, и совмещать, когда ты бренд одного проекта, другой, было крайне сложно. То есть это путешествие, поездки, да. Вы стали настолько популярны. Как вы считаете, сегодня в Крыму есть такая культура потребления вообще? Это все востребовано? Или проще, как у нас люди идут на набережную, где на разлив они могут и дешево, и градусно сразу? Я могу сказать, что есть как позитивные, так и не очень, да, варианты. Ну, социальный портрет отдыхающего, он безусловно разный. Ко мне приезжает много друзей. Вот буквально вчера я встречался с ребятами, которые переехали и хотят построить спа-отель в Крыму. Еще один? Да. Еще один, я думаю, он будет... Вы считаете, этого не хватает здесь, да? Будет нам полезен, да. Нам отеля не хватает, и нужно, конечно же, развивать эту историю. Что бы вы изменили в Крыму? Я бы стал доступнее для людей, которые сюда приезжают. От начала, от аэропорта, да, то есть консьерж-сервис, который мы сейчас ввели у себя. То есть вы можете приехать, мы вам расскажем, где пойти вино попить. Я думала, вы сейчас скажете про аэнотерапию или что-то еще. Аэнотерапия? Ну, я регулярно, да, занимаюсь... Ваше утро начинается с бокала? Нет, утро не всегда у меня начинается с бокала, иногда с долгого сна, потому что я заканчиваю поздно, бывает, вечером или ночью, бывает. А как вы отдыхаете, когда вы отвлекаетесь все-таки от вина? Я не знаю, мне кажется, работа у меня... В Крыму? Насчет Крыма я сегодня загуглил по ценам. Я прочитал все-таки, что будет за эфир, и загуглил, да, что в Ялте, допустим, вот 17 июня на неделю забронировать для двоих стоит от 17 тысяч довольно-таки приличный отель. То есть, ну, стандарт, понятно, там не класс VIP, завтрака. Мне кажется, это очень доступно. То есть цена там в районе 2 тысяч варьируется в сутки. Очень неплохо. На этот вопрос вам ответит Алена, она тоже в курсе и мониторит все цены на рынке. Алена, вот вы показываете Крым как вам, кажется, открывая его как-то по-новому, да? Вы из тех, кто называет себя как? Блогер. Вы блогер, да? Вы не крымчанка. Я считаю себя крымчанкой. Когда вы приехали в Крым? В 2015 году, но мой отец родился, вырос здесь, я каждое лето здесь была. И вы поняли, что вы как не крымчанка можете рассказать людям то, чего они не видят? Я вижу разницу, да, все правильно. Видела разницу. Ну, сейчас я немножко больше крымчанка. То есть я сейчас, когда приезжаю, допустим, в центр, на материк, там, на Урал, то некоторые вещи меня удивляют, насколько там все ушло вперед, там можно телефонами расплачивать. На Урале? Еще что-то, да, то есть мне подруга достает телефон, на кассе расплачиваться, я говорю, ты пьяная, что ли, там, ну, Катя, не пили вроде бы. У вас сравнение интересное. Ну, ну, как бы, а чего она телефоном-то расплачивает? Она говорит, ты что, деревня, что ли, ты откуда? Все телефонами давно рассчитываются, даже в маршрутках, я говорю, да, ну, как бы такое. А здесь как-то на уровне палеолита, да? А пять лет назад сюда приехав, я была такая, о, типа, здесь все так, ну, немножко отстало, а я такая... А вы хоть иногда от телефона отрываетесь? Вот, отрываюсь, да. Вот я просто обратила внимание, потому что вы забежали в эту студию, вы сразу схватили свой телефон и вокруг ринга начали... Да, 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 и сразу селфи. Это просто неотъемлемая часть вашей жизни и составляющая образа, я правильно понимаю? Совершенно верно, да. А скажите, а ваши подписчики, они часто призывают вас к ответу за недобросовестные отзывы? Бывает такое? Подписчики часто призывают к чему-либо, потому что они любят посидеть, что-то посмотреть и к чему-нибудь просто призвать. Ну, люди такие... А что вы можете показать им иначе? Иначе? Да. Ну, например, если брать телевидение и блог просто, то я показываю, как простая девчонка, Аленка приезжает куда-то на курорт, вот идет она на рынок, вот малина за 3,5 тысячи рублей килограмм. Мы из недавних обзоров, вы показали Ялтинский рынок и черешню там за 4 тысячи рублей за килограмм. Не черешня, а малина была. Малина, да. Вот такие сюжеты о крымской жадности, они помогают вам? Они вам на руку? Для чего это? Ну, они мне не на руку, но это как бы есть. Или, ну, большинство, 80% моих роликов, они о хорошем в Крыму. Но я не могу постоянно говорить, что в Крыму все хорошо, тогда люди мне не будут верить, потому что в Крыму не все хорошо. В Крыму есть моменты, которые, ну, нужно менять. Ну, как малина за 4 тысячи рублей килограмм, это пороще пойти в красную икру купить. За сколько вы себя продаете? Вопрос. Сколько стоят ваши услуги? Вы же не бесплатно рекламируете себе пансионат? Мне платит YouTube, то есть я подснимаю ролики, YouTube показывает ролики, рекламодатели им платят, то есть вы, как зритель, смотрите ролик, вам выходит вот реклама, и 50% от продажи забирать себе YouTube, 50% платят. Это понятно, если я, как руководитель пансионата или санатория, хочу сказать, Ален, приезжай ко мне, покажи, вот, как у меня здорово, как я хочу, чтобы все поехали. Все зависит от того, какой вы пансионат-санаторий. Ну, в среднем знаю какая. Из 10 предложений, 8 я отказываю. А чего так? Ну, мне не нравится санаторий. А вот в утесе, в бетонных коробках вам пошло как-то понравилось, да? Утесе классно, да, но вы открываете окно, и у вас сразу море. Я не знаю, чего может быть плохо, там даже 7 метров нет, это же классно. Бассейн Infinity, то есть ты плаваешь, и у тебя море, рядом горы. Ну, вы где-то радуете БД как чему-то свершившемуся в каком-то из номеров, что в Крыму есть и БД в гостиницах. Это тоже для вас было открытием, я так понимаю, да? Ну да, радуюсь БД, действительно, но в Крыму это не так часто встречается. Но, по крайней мере, если вы снимаете квартиру от бабушки, БД вы там точно не найдете. То есть БД это уже как бы уровень другой номера именно. Но вы много путешествуете по Крыму, а чего вы возвращаетесь сюда? Я здесь себя чувствую как дома, я здесь по-другому себя чувствую, действительно. Вот я буквально вчера прилетела, смотрю в зеркало, мне кажется, блин, я такая красивая. Хотя вчера я была та же я. Это были Крым? Я не знаю, нет, я, мне кажется, что я здесь, вот я лучше, я веселее, я... Вы так инфантильные, скажем. Спасибо. Спасибо. Людмила, не так давно вы покинули должность заместителя министра курортов и туризма Крыма. Почему? Так, сложились обстоятельства. В этом году, может быть, просто потому, что Крым не повторит удачный курортный сезон? Да нет. В 2018 году, нет? Если бы у нас... Он вообще был удачным, как вы считаете? Абсолютно был удачный. Я вам больше скажу. Сезон прошлого года, он был настолько прорывной. История про Крымский мост, она, конечно, сыграла здорово. Но вы же понимаете, что когда с Крымского моста люди съехали, то они попали еще на неготовую инфраструктуру. И можно сколько угодно говорить, как можно здорово в Тельмурге считаться телефоном. Они попали на трассу без навигации, по сути, да? Да, но они попали на наши старые трассы, с нашими старыми навигациями. И надо отдать должное всем буквально службам. И муниципальным службам, и службам нашим республиканским. Да и просто людям, которые хотели хорошо принять гостей. Знаете, можно долго ждать, когда всад вашего дома будет мраморный, с белыми колоннами. Можно очень долго сидеть и смотреть, что у соседа в огороде клубника слаще, и по 4,5 тысячи. А можно брать и делать хороший сезон. Кстати, помните условия детской загадки? Сидят 5 лягушек, 3 решили спрыгнуть в воду. Сколько осталось на берегу? Как обычно, 5. Потому что решение не означает действие. Потому что решение не означает действие. Так вот, а в Крым приехали люди, и что они встретили в Крыму? Они встретили новые отели, которые взяли под себя управляющие компании. У вас еще будет вопрос, вы можете его задать. Там, где сервис соответствует всему, и наличие биде в номере, это всего лишь категория номера. Но ты выходишь за порог, и... И не обязательно ты там видишь какую-либо разруху. Или вы приехали на шикарнейшее место, которое можно спокойно назвать шампанерию, и почувствовали себя вообще среди необъятной красоты. Ведь там особых у них никаких мраморных колонн-то и нет. Это скорее исключение, вы согласны? Посмотрите, этими исключениями начинает наполняться вся туристическая карта Крыма. В этом году совершенно маленький предприниматель, я не имею права здесь называть на правах рекламы, который до этого просто выращивал своих коз, делал молоко, он открыл маленькую ферму по гастротуризму, чтобы к нему приехать совместно, ни с кем не воюя, не описывая, как у нас все плохо и здорово. Они промостили дорогу, сделали мощеную дорогу вместе с местными властями. Они открывают новую точку туристического показа. Где-то в этом году заработал новый объект, где-то открылся новый корпус в детском лагере. То есть у нас все хорошо? У нас все идет поступательно к тому, чтобы когда-то было очень хорошо. Ну поверьте, за 5 лет вы считаете, что этих изменений достаточно, чтобы ими уже гордиться? За 5 лет они прорывные. И этот сезон, поверьте мне, он будет рекордный. А вот после рекордного сезона этого года может наступить некоторое состояние такое, когда всем нам, крымчанам, и не только крымчанам, нужно подумать. Есть понятие рекреационной емкости каждой территории. Нагрузка на инфраструктуру, грубо говоря. Да, абсолютно верно. То есть если я включаю кондиционер, и 100 человек, которые прибегают с пляжа, люди помыться, да? Да, есть нагрузка рекреационная, она рассчитана еще в советские времена по нашему крымскому полуострову. И пока мы не строим дополнительные, не знаю, острова в Черном море, пока мы не понимаем, вернее, не полностью прозонирована пляжная полоса, мы тоже должны понимать, что где-то в пределах 12 миллионов годового потока туристов. Для Крыма это будет определенный потолок. Но полуостров просто захлебнется. Он не захлебнется, он войдет в то русло, когда он будет загружен, все будут получать работу. А вот, наверное, все-таки те, кто оказывают некачественный сервис и дерут трешку, конечно, это конкуренция. Вы никакими нерыночными механизмами от конкуренции не избавитесь. Любое ограничение загоняет бизнес в тень и не позволяет дальше развиваться региону. Только рыночный механизм. Но вы согласны, что проблем все же много? Лень, работа по принципу авось-небосье как-нибудь, желание заработать за сезон хоть сколько-нибудь. Но есть проблемы вот такие стратегические, которые вы назвали. Это инфраструктура, отсутствие парковок, канализационные сети, их износ. Вот вы, Людмила, побывали в кресле замминистра. Вы были там, где, по идее, их должны решать. Какими оттуда введятся эти проблемы? Есть ли им решение? Самое, могу вам сказать абсолютно четко, как человек, побывавший в кресле замминистра, что эти проблемы видят не только блогеры, не только представители турбизнеса. Все, кто, так называя чиновники, либо слуги государевы, эти проблемы видят. Но есть, во-первых, временные отрезки, есть финансовые возможности того или иного. Нельзя сегодня взять и поменять все сети, которые не менялись 50 лет. Нельзя набережные, которые зарушались в 60-е годы. Очень удобно говорить нельзя. Что делать? Поступательно, совершенно по четкому плану улучшение идет. И вы это видите на себе, и вы это ощущаете. Есть определенные недоработки, о них все говорят, о них никто не молчит. У нас эфир, по-моему, максимально открытый. По-хорошему, любой курортный регион никогда перед началом курортного сезона так много не говорит о проблемах. Мы привыкли говорить о проблемах. Нам нравится говорить о проблемах. У нас есть куча людей, которые зарабатывают деньги на этих проблемах. Понимаете? Вы сегодня приедете в Барселону в июле месяце, вы задохнетесь, вы задохнетесь от количества пробок в городе, вы почувствуете на себе негатив. Вы через B2B не сможете снять жилье, потому что запрещена краткосрочная аренда. А вы давно были в Барселоне? И пожить в милой квартирке вы не сможете. Вы давно были в Барселоне? Я была давно в Барселоне. Я говорю о том, что знаю, потому что мы знаем рынок. Точно так же вы получите некий негатив в августе на турецких пляжах. Вы его получите. Не бывает... Ну и совершенно другой уровень сервиса за деньги. Разный. Уровень сервиса разный. В этом году цены в Турции подорожали на 45%. Скажите, у нас как-то турецкие отели резко подняли качество сервиса? Или как они кормили самыми дешевыми пластиковыми помидорами, огурцами? И гарнир рис, либо картошка фри, курица, либо мясо. Это весь свежский стол. Но то, что происходит с Сокшипитом сегодня у нас... Потому что нет, у нас еще на самом деле все достаточно прекрасно. Да вы давно были на набережной той же Феодосии? Вы видели вообще... На набережной Феодосии мы были совершенно недавно. Я не увидела там ничего такого. Более того, я вам скажу. Еще есть плюсов последних пяти лет. Здесь, к сожалению, никто не присутствует из сферы ресторанного бизнеса. У нас плюс огромное количество... Я думаю, Максим, если что, он может потом как-то панировать. Как гастро, как винный туризм, как составляющая из гастро-туризма, да. Но вы поверьте, появилось столько прекрасных мест, причем на любой вкус и кошелечек. Посидите, если буду назвать сейчас название этих заведений, меня уличат в какой-то скрытой рекламе. Спасибо. Анастасия, вы в своем блоге жалуетесь на плохое отношение к туристам со стороны крымчан. А как вы оцениваете поведение отдыхающих? Может быть, это адекватный обмен? Ведь едут несмотря ни на что, несмотря на необорудованные пляжи, отсутствие инфраструктуры, застройку вдоль моря, дискотеки под окнами гостиницы до утра. Турист ведь, он непритязательный сегодня или все-таки не так? Я просто из своего личного опыта никогда не забуду, как родители на пляже говорили своему ребенку, сынок, ты исправляй, но жду вот прямо здесь, и не надо стесняться. Это к вопросу о том, что мы заслужили того туриста, которого мы заслужили, или это о том, что просто туалеты ни одного нет на набережной? На самом деле, тут позиции 50 на 50. Действительно, с двух сторон есть неприятные отношения со стороны туристов к Крыму и со стороны крымчан к туристам. Действительно, едут большое количество людей, которые неадекватно относятся к паркам, к лесам, к пляжам. То есть, да, ребенка посадить в туалет на пляже считается у многих нормальным. Но это всего лишь исключение из правил. Большая часть людей, которые к нам приезжают, они в своей большинстве адекватны. Они адекватно относятся, они выкидывают мусор в урну, они спокойно находятся на пляже. Удивительно, что для нас это вызывает какое-то просто удивление. Есть вот такие негативные исключения, но что касается отношения крымчан к отдыхающим, в большей степени, почему-то именно в этом году, работая на майские праздники, я столкнулась с таким моментом, что крымчане относятся к приезжим, знаете, как, о, денежок пошел, понаехал. А ну-ка, кошелечек открою, покажи, что там у тебя, пятерочку сюда положи мне. И это почему-то сейчас повсеместное такое отношение. Не говорю, что все такие, неправда. Это, опять же, тоже больше исключения, но оно, к сожалению, есть, оно присутствует. Это меня очень сильно, как представитель отвориндустрии, действительно, это меня возмущает крайне. Я просто подтвержу ваши слова о том, что еще Булгаков писал о том, что о Ялте. Ялта сразу же надо зверски торговаться. Ялта город-курорт, на приезжих смотрят как на доходный улов. К сожалению, да, сейчас старяли Крыма. Я надеюсь, что мы от них будем потихонечку уходить и ни в коем случае... Но торгуются не только здесь и в Турции, там же... Понятно, что торгуются везде, но мы, если мы хотим развиваться, идти вперед, мы должны от этого отходить и делать тот же самый процесс торговли максимально комфортным и приятным для одной и другой страны. Что вас удивляет в туристах? Какие вообще видите идеальные туристы? Ну, понятно, что кто-то, который платит вам и приглашает вас в качестве экскурсовода. На самом деле, знаете, в этом году я уделяюсь туристам тем, что они стали более образованными. К нам приезжают люди, кто-то интересуется крымской историей. Не понимают, что в Джанкое нет моря или что? Они, во-первых, понимают, где находится Джанкое, не знают, где есть моря. Они примерно разбираются в крымской карте, они интересуются историей, не понимают, зачем они приезжают в Крым. Но все равно, каждый из них начинается моя экскурсия, и первые слова каждого туриста, как нам не нравится отель, в котором мы живем. Зачем мы заплатили столько денег? Я так понимаю, что вы очень часто путешествуете, бываете за границей, да? А как вы думаете, крымчане с украинскими загранпаспортами, они пользуются возможностью путешествовать? Ведь вы же одна из них. На самом деле, так и есть, да, и пользуются. Почему нет, если есть такая возможность выезжать за рубеж по какой-то упрощенной системе, я не вижу в этом ничего плохого, чтобы поехать и посмотреть, как развиваются другие страны. А где вы были последний раз по украинскому загранпаспорту? По моему последнему путешествию было в Чехию. Буквально в апреле я вернулась из Праги. Ну, сервис другое дело? Сервис совершенно другое дело. Там, конечно, были такие же моменты, как и у нас. Обмануть, накинуть стоимость, где-нибудь там, как говорится, по-русски развести, да, но этого всего меньше. В Праге есть сервис, в Праге есть уважение к туристу. Вас можно развести вообще где-то здесь, в Крыму? В Крыму нет, как экскурсовод это сделать довольно-таки сложно. А как разводят сегодня туристов? Элементарно, выходим мы из аэропорта, до Ялты мы едем не за 2000 рублей, а за 8000 рублей. Так, по-моему, уже нет нелегальных таксистов в аэропорту. Ну, неправда. Существует? Конечно же есть. Вы выходите из аэропорта, на вас накидывается огромная гора людей, которые за руки за ноги хватают. Как шиншиллы набрасывают на плечи практически то же самое, да? Еще обезьяну сверху посадят, да, и сфотографируют вместе с ней. И панда пройдет. В России, заканчивая теми же билетами в музеи, допустим, есть билеты бесплатные, за них просят деньги. Услуги тех же экскурсоводов, они бывают очень сильно завышены. Ну и плюс взимают платы за пляжи, за проход по пляжам и за вообще нахождение вокруг этих пляжей гостиниц, санаториев и отелей. Что вы хотите лично менять? Я бы очень хотела, чтобы мы немножечко терпимее относились к туристам, но и хотела бы очень сильно менять сервис. На самом деле, больше всего, что меня беспокоит, это что у нас в Крыму нет взаимодействия между представителями туриндустрии и вот такими, как мы, простыми журналистами, блогерами, которые, имея пускай не самое большое влияние, но могут повлиять на эту ситуацию. У нас нет взаимодействия, нет никаких общих проектов. Они с вами не дружат просто? Ну, если честно, в большинстве своем, да. У нас нет никаких общих проектов, взаимодействий. Я очень многим гостиницам предлагала свое время организовать себя. Может, просто все дело в цене или в чем? Вы просто не можете договориться? Вполне возможно, но я думаю, что не все измеряется деньгами. Влияние Крыма и отношение к Крыму — это не деньги, это прежде всего то, что мы можем сделать. Чувство собственного достоинства дороже денег, да. То есть деньги — это, пожалуй, главное. Алина, вы обращались вообще, предлагали в Министерство курортов предложить свои услуги? Да, но... Дорого? Нет, ну просто вообще-то нет никаких взаимодействий абсолютно совершенно, то есть... А вы как сформировали свое уникальное торговое предложение? Что могу я для Министерства курортов? А, ну, во-первых, нужно понимать, что я как представитель, через меня проходит столько информации о том, где турист хочет отдохнуть, что ему нравится, что ему не нравится. То есть просто пообщавшись со мной, можно прям просто составить карту, как в дальнейшем развивать Крым, что нужно и что дальше. Спасибо, спасибо. Артем, вы откуда приехали-то? Из Москвы, Питер? Я сам Петербург. Питер, да, все-таки не чувствуется по акценту. Ну, во-первых, человек, который постоянно работает с отзывами. И с рейтингами, если бы вы делали это так же постоянно, как и я, то вы поняли бы, что рейтинги всегда не объективны в одно и то же время в соседних номерах. Один гость может оставить очень положительный, другой гость очень отрицательный момент. Отзыв это всегда, ну, такое... Это нюансы. Если, опять же, обратить внимание на итоговые общие рейтинги наших отелей, вы можете видеть, что мы всегда в топе в тех регионах, в которых мы присутствуем. Нету идеальных систем, они всегда могут давать сбои, главное, как вы... А сетки на окнах появились? Да, конечно. И детские кроватки, да? Мне бы очень хотелось узнать, о каком это идет речь, потому что это... У вас их много в управлении? У нас их четыре в Крыму. Четыре отеля, которыми вы сегодня управляете. Что вы привнесли нового, как вы считаете? Кроме того, что вы читаете регулярно отзывы, да. Да, отзывы это всего лишь маленькая толика нашей работы. Вот вы сказали о том, что собственники работают с нами только для того, чтобы повысить продажи, это не совсем так. Просто повысив продажи, или еще хуже, просто повысив цены, нельзя добиться системного результата. Самое важное, это работа с сервисом. Персоналом, линейниками и прочим. В том числе. Это оптимизация расходов, это правильный маркетинг. То есть вы такой кризисный менеджер, который приезжает из Питера и говорит, ребят, сейчас покажу, как нужно работать в Крыму. Во-первых, я работаю не один, у нас достаточно большая команда, и она в разных регионах представляет интересы, в том числе и крымского региона, и не обязательно только объектов. Поэтому мы привнесли в том числе некоторые технологии, которыми мы на других рынках уже привыкли использовать. И если мы говорим о развитии Крыма, вы должны понимать, что есть те вещи, которые скрыты, например, от, скажем, вас как от потребителя, но они видны нам как профессионалам. Если пять лет назад, когда я появился в Крыму, такая вещь, как динамическое ценообразование, раннее бронирование, у многих вызывали вопросы и непонимания. Вы считаете, что раньше системы раннего бронирования не существовало, пока вы не прилетели сюда, или что? Я не говорю о том, что это делали. Или ее возможности не использовали? Конечно, не вы. Я говорю о том, что рынок растет над собой, профессионализм наших коллег однозначно растет. И тот уровень вопросов, которые обсуждались на профессиональных площадках пять лет назад и сегодня, он значительный. В советское время тоже сразу после новогодних праздников покупали билеты в Крым. Вот хоть как-то их можно было сделать? Это вот такой аналог раннего бронирования. Это не аналог. Раннее бронирование ограничивается не только временем спроса. Он также зависит от цен, условий, условий аннуляции и других условий, которые предлагают... Более лояльные цены, пакет, который включает себя. Совершенно верно. То есть запланированное путешествие всегда будет значительно дешевле. Кстати, вопрос про цены. Вот у вас самый недорогой номер в одной из ваших гостиниц, Валушице, насколько я знаю, стоит 12,5 тысяч рублей в сутки. Я начинал с того, что... Это одна из гостиниц, которые вы раскручивали в сезон или что? Нет, это гостиница, которая находится в нашем управлении. Вы считаете, это адекватная цена? Ценообразование всегда строится на двух вещах. И самое главное из них — это рыночная цена. Мы нету экономического смысла продавать дешевле, чем продает рынок. Но я с этого начал свою речь. Я говорил о том, что в ближайшее время рыночные механизмы... А для кого такой ценник? Для тех, кто не выездной или кому рекомендована сегодня отдых на родине? Это отель для тех людей, которые понимают, что они покупают за деньги, какой сервис они получают. И наша задача — его, эти цены, оправдать. Просто, на самом деле, мне кажется, немножко неадекватным сравнением... Ну, за 12,5, я думаю, что там не только сетки, детские кроватки, но и прочее, прочее есть, да? Это очень хороший отель, очень качественный. И подушку можно на ночь выбрать, да? Безусловно. Но вы когда последний раз сравнивали цены на отель такого же уровня в любом заграничном курорте? Вы увидите, что... В 4 раза дешевле здесь? Не в 4, но это... То есть утверждение о том, что я в Турцию уеду за эти же деньги... Ну, девчонки где-то находят, где-то в Турции, по дешевле, да? Некорректно. Нужно смотреть, какими способами они это делают и применяют ли они эти же способы при поиске отдыха в Крыму. Сейчас есть прекрасная возможность в любой момент взять горящий курорте. Почему 5 лет назад этого не делали другие люди? В чем ваш такая... Ну, мне сложно очень оценивать, что было до того, как... Ну, вы же приехали, вы получили проблемный объект. Я приехал на новый рынок с новыми моделями потреблениями, новым гостем. Совершенно другими новыми рынками сбыта. И как вам крымский менталитет, о котором говорят все? Мне кажется, что его немного раздувают. И это... Я не могу сказать, что это полностью надуманная проблема. Безусловно, есть специфика. И давайте будем объективны. У Крыма, который мы сейчас все вместе стараемся сделать круглогодичным, есть сезонность. И у любого бизнеса, у любого коротка есть сезонность. Это действительно время... Блиго месяца в году. Опять же, если мы будем сейчас с вами сравнивать крымский сезон и сезон, например, в Турции, он объективно по географическим характеристикам просто длиннее. И это в том числе один из элементов, почему тот или иной регион растет быстрее или медленнее. Наш сезон 4 месяца, там 7. Дороговизна все-таки зависит от количества, от сезонности, как вы считаете? В том числе у бизнеса должна быть рентабельность. У него должны быть определенные экономические показатели, которые должны выдерживаться в норме. И, безусловно, работая 7 месяцев в году, намного легче этого достичь, чем в 4. Но, опять же, я не могу согласиться с утверждением, что в Крыму всегда и все дорого. Спасибо, мы поговорим об этом в третьем раунде. Итак, Вадим, вы предпочитаете отдыхать на Черноморском побережье, как вы уже сказали, но не в Крыму. Чем вам нравится, к примеру, Абхазия? Тем, что там нет сервиса, но и знаменитое гостеприимство? Или все-таки просто потому, что там дешево? Ну, во-первых, тем, что это регион, в котором я не живу. То есть я считаю, например, что отдыхать все-таки лучше в каком-нибудь новом месте. Чтобы замечать проблемы другого региона, да? Нет, просто чтобы менять вид за окном. Картина. Ну, мне лично это помогает как-то вот, не знаю, расслабиться. А в Крыму невозможно расслабиться? Вы здесь настолько изучили уже все? Ну, не сложно. Понимаете, дело в том, что если я приезжаю, например, отдыхать в Алушту, то мне в Алуште сложно отдыхать, потому что я в Алуште часто бываю по работе. Я в Алушту могу приехать на выходные. Я знаю там какие-то проблемы Алушты, да. Вот. Кроме того, я люблю переключаться, то есть менять картинку. Вот. Мне это интересно. Мне интересно побывать в каких-то местах, в которых я не был раньше. Вот. Поэтому последние, например, 4 года я практически, ну, за границей там, по-моему, один раз всего был. А в основном мы отдыхаем где-то вот в России. То есть мы стараемся, ну, например, Краснодарский край. Вот я мечтаю поехать в Кисловодск, там, Минводы вот туда. Кавказские минеральные воды, да? Да, очень красиво. А почему Крым не для вас все-таки? Вы сказали, что вы здесь никогда не будете отдыхать. Неужели не только из-за смены картинки? Нет, я не говорил, что никогда. Да, то есть Крым для меня это регион, в котором замечательно жить, потому что это можно вот как бы отработать неделю, у тебя выходной день, ты можешь сесть на машину, поехать к морю и замечательно провести, или пойти в горы там, ну, замечательно провести день, да. Вот, но я не говорил, что я не буду никогда отдыхать в Крыму, но объективно, вот последние попытки нашей семьи отдыхать... В Абхазии дешево, сэкономили там? Я не думаю, что мы сильно там сэкономили, понимаете? Ну, это просто сложно сравнить, потому что, когда ты живешь в красивом регионе, ты приезжаешь в очень красивый регион, который, ну, не сказать, что он лучше или хуже, он просто другой. Вот в этом смысл, ну, для меня отдыха. Вот, но кроме того, например, в Абхазии, может, мне больше повезло, то есть, допустим, последний наш отдых в Евпатории, который должен был длиться неделю, он продлился пять дней, просто потому что нам настолько не понравился отель, что мы оттуда через пять дней сбежали. Вот. Чего не хватило вам, кроме сеток на окнах? Там, по-моему, были сетки на окнах, знаете, но мне не хватило, я даже не знаю. Элементарные уборки в номере? Чистых полотенец? Уборки в номере, номера, ну, дело в том, что в нормальных гостиницах... А вы были в нормальной? Сколько там звездочек? Я был в нормальной гостинице, не буду ее называть, но дело в том, что даже вот размер номера был какой-то, ну, очень нестандартный. Сколько, ты надо сказать? Сколько? Какой размер номера? Ну, какой-то очень нестандартный был, и там буквально только кровати помещались, и какие-то узенькие проходы были между этими кроватями. То есть смена диспозиции затруднена? А два года назад мы были в Межводном, и мы были в очень хорошем объекте размещения, наверное, одном из лучших там. Вы написали жалобу? Ну, в Межводном нет, а в Евпатории я пробовал написать, но Букин как раз отменил комментарии, ну, отзывы, и стало невозможно просто отзыв оставить. А кроме размера номера, что-то еще вас не устроило? Сколько вы заплатили? Я уже так не вспомню вот прямо конкретно, сколько мы заплатили, но что-то в районе двух с половиной, трех тысяч. То есть это был достаточно простой отель, мы не отдыхаем в каких-то... Кроме размера номера, что-то еще были проблемы? Там фанерные перегородки, шумоизоляция, слышно как... Ну, это все, ну, как везде. Как везде. А почему так везде? Ну, я не знаю, почему так везде. Есть, понимаете, места хорошие. Вы же журналисты, об этом пишете? Есть места хорошие, я об этом не пишу, и у меня другая специализация. Есть места хорошие в Крыму, хорошие места для отдыха, но я никогда туда не попаду, потому что я, ну, не имею возможности столько тратить на отдых, понимаете? Но вы готовы заплатить двенадцать с половиной тысяч, чтобы почувствовать себя... Двенадцать тысяч я не готов заплатить, и я признаю, что, может быть, это моя проблема, а не проблема отеля, потому что я понимаю, что есть люди, которые в этом отеле платят двенадцать с половиной тысяч и, наверное, нормально себя чувствуют. А вы не думали сменить профиль, чтобы что-то изменить в туристической индустрии Крыма вообще, как человек, который любит это место и здесь живет, и как журналист? Нет, дело в том, что я не считаю, что туристическая индустрия – это вот тот, скажем так, драйвер, тот вот вектор развития, который обязательно должен дать Крыму какие-то там сверхдоходы, или тут... К нам приехало семь миллионов туристов в прошлом году, что мы, люди, которые живут в Крыму, да, от этого получили, кроме пробок на дорогах, кроме высоких цен... Нагрузки на сети, опять же, да, и слабый напор воды. Вот, рабочие места я не получил. Дохода во все уровни бюджета нет, никто не получил. Мы об этом... Мы достаточно небольшие. Поговорим. Да, по сравнению с тем, что мы могли бы получить, развивая другие отрасли экономики, где можно было бы занять... Вадима, а скажите, вам как журналисту приходилось писать о таком явлении, как конкуренция в бизнесе вообще? Ну, наверное, приходилось. Наверное, приходилось, да. И почему все-таки в Крыму пансионатов много, а проблемы одинаковые? Конкуренция, она сегодня не стимулирует качество? Ну, понимаете, дело ведь не только в пансионатах. Вот я вам говорю, я был в Межводном два года назад. Замечательный отель, нам очень понравилось. Но ты вот выходишь за территорию этого отеля, и там за территорию... Некому развлекать. Там Межводная за территорию этого отеля. То есть там негде поесть, там некуда сходить, там совершенно замечательная природа, сумасшедшие пляжи. Гуляйте по пляжу. Совершенно сумасшедшие пляжи, но нету ни навеса там, ну никто не потрудился... Считайте звезды, в конце концов. Никто не потрудился убрать эти пляжи, то есть там какие-то острые камни. Но это вопрос кому, опять же? Ну, это вопрос, наверное, местной власти. Наверное. Вот, но почему-то у нас происходит так, а, скажем, ну ты можешь приехать в Геленджик, там тоже есть масса проблем, но там вокруг отеля все будет гораздо более благоустроено. То есть я не говорю даже... Межводная и Геленджик, вы согласны, что все-таки как-то... Ну это большие разницы две. Ну да. Ну можете приехать, хорошо, в Лазаревское какое-нибудь. Вот, вы тоже там получите... В Лазаревское не какое-нибудь. В Архипаосе, в Ковьейск. Ну, Межводная, это Мастер-Ханкут, это тоже сумасшедшая природа, да, это тоже хорошее место для отдыха. В общем, грязно, кушать негде, и какие еще проблемы у вас? К сожалению, вот у меня после предыдущего отдыха нет совершенно никакого желания туда ехать, отдыхать. И вы увозите свои деньги туда. Ну, ну да. За мост. Я подскажу вам хорошие места в Крыму, поверьте. Итак, время второго раунда истекло, теперь слово суде. Олег, что можете сказать по итогам второго раунда? Очень интересная такая дискуссия завязалась, но не потому что я блогер, мне кажется, здесь более убедительно была синяя команда, команда блогеров. Хорошо, спасибо. Спасибо. Наталья, ваше мнение во втором раунде изменилось? Вы знаете, по-моему, ничья, но потому что было очень интересно, очень активно. Даже в процентах уже выставляла, это просто проценты каждому. Интересно. Ну, думаю, что ничья в этом раз. Спасибо. Владимир, может быть, ваш негативный опыт складывается только потому, что вы гонитесь за экономией, как известно, там где дешево, там и сердито. Ну, я не думаю, что я прямо за экономией гонюсь. Дело в том, что в Крыму, что за пределами Крыма, я выбираю примерно за одинаковые деньги номера, ну, примерно одинаковые объекты размещения. Например, ну, вот я еду в Анапу, да, в конце июня мы едем с семьей. Точно такой же отель, ну, приблизительно, с такого же уровня, с такими же условиями в Крыму стоил бы в два раза дороже, примерно. Мы вас поняли, спасибо. Анастасия, а может вы, как коренная крымчанка, просто уже не видите каких-то положительных тенденций? А почему? Они есть, но они очень медленные, и как бы они не относятся, опять же, к сервису гостеприимства, к всем самым гостиницам. В Крыму все замечательно. Винодельни, новые дороги строятся, музеи обновляются. У меня одна большая претензия к гостиницам и гостиничному фонду. То есть вам не хватает улыбок и хорошего настроения от персонала? Мне не хватает гостеприимства, и мне не хватает действительно хорошего отношения от всех, кто трудится в сфере туризма в Крыму. Алена, ну как известно, блогеры работают за рекламу. Может быть, вам просто мало предлагали? Мне тут вот тоже сказали, почему вы не обращаетесь к Министерству курортов. На секундочку, я делаю такую огромную работу по популяризации Крыма. В прошлом сезоне 12 миллионов просмотров за сезон. Просто Крыма. Действительно, хороших действительно мест. И я не поеду никогда в то место или в тот отель, который мне не понравится. Я предлагаю всегда своим зрителям только то, что мне самой нравится, то, что я действительно могу посоветовать. Все-таки, наверное, низкий ценник. Спасибо большое. Притем, скажите, все жалуются из команды соперников именно на отельную инфраструктуру. Вы заставляете своих сотрудников улыбаться? Сервис. Сервис нельзя выстроить, когда ты что-то заставляешь делать. Люди нужно этому учить, и у них должно это идти искренне, из сердца. Ваших идет? Да. Спасибо. Опять же, соперники жалуются на то, что Минкурортов не сотрудничает ни с блогерами, ни с журналистами. Вы могли бы прокомментировать как-то эту ситуацию? Минкурортов прекрасно сотрудничают и с блогерами, и с журналистами. Пресс-служба Минкурортов очень активна. То есть, значит, тут не те блогеры? Я думаю, что, скорее всего, они просто говорят о тех вещах, которые не понимают. Вы знакомы вообще с творчеством кого-либо из соперников? Нет. Понятно. Спасибо. И, Максим, все-таки ответьте нам по поводу винного туризма. Он у нас перспективен или нет? Либо это какая-то определенная группа населения, которая не будет меняться? Если говорить о винном туризме, только к нам уже порядка 200 тысяч людей приехало за счет ивент-части до винного туризма. Я считаю, что это большой прорыв. Перспектива есть? Конечно. Сейчас винная дорога, которую мы презентуем по городам Москве, вот в Санкт-Петербурге. Будет 5 июня презентация с РБК Санкт-Петербурга перед питерским форумом экономическим. Ну и я думаю, что много людей поедет, действительно. Спасибо. Итак, по итогам второго раунда, раздельным решением арбитров, победа присуждается команде в синем углу, команде отдыхающих. Таким образом, счет становится равный. 1-1 впереди. Третий решающий раунд. Третий раунд. Полный контакт. Правила третьего раунда просты. Каждый из участников обеих команд должен задать вопрос оппоненту в другом углу ринга. Вы вправе обращаться как к конкретным людям, так и к команде соперников в целом. Ограничения по времени ответа нет. Остановить схватку могу только я и судьи. Итак, поехали. Пожалуйста, вопросы от вашей команды. 2-1. Ну, я бы хотел о чем-то, Людмилу Ивановну, спросить. Ну, например, вот... О чем-то спросить. Да, во-первых, я хотел бы спросить. Вот эти цифры постоянные туристов, которые растут, да, как все-таки эти цифры считаются? Потому что мы с коллегами все время... Спорите? Спорим, да. То есть кто-то из нас считает, что это вообще пассажиропоток берется. Кто-то считает, что, скажем так, они где-то завышаются, где-то занижаются. И, во-вторых, ну вот на тот мой вопрос, да, ответьте, что Крым, кроме пробок и роста цен, получает от 7 миллионов вот этих туристов? Я думаю, что каждый потом ответит на ваш второй вопрос. Итак, цифры. Вот по состоянию на 22 мая в Крыму уже отдохнуло сколько? Миллион, да? Кто считает? Подсчет ведет Министерство курортов и туризма. То кресло, да. Занятие статистической отчетности. Естественно, статистическая отчетность имеет некие свои погрешности. Но давайте вспомним просто законодательство Российской Федерации. Каждый человек, который более 24 часов находится вне постоянного места регистрации, без занятия оплачиваемым видом деятельности, является туристом. С точки зрения закона. То есть за основу берется, безусловно, пассажиропоток, но он не берется стопроцентный пассажиропоток, если вы сравните данные. Мы сейчас фактически остров, и очень легко посчитать данные пассажиропотока, и он за прошлый год гораздо выше, чем 7 миллионов. Есть формула, она, возможно, несовершенна. Она была разработана и внедрена в Министерство курортов, и действует она с 2014 года. То есть вы признаете, что ей нужно дорабатывать, да? Нет. Динамика этой формулы, по одной и той же формуле, учитывая въездной поток через Крымский мост, раньше была паромная переправа, через границу с Украиной, и через наши главные воздушные ворота, шикарный аэропорт Симферополь, суммируется под определенными процентами, динамика абсолютно четко показана. Все понимают, да, математику? Если по одной формуле мы всегда с вами считаем процентное отношение соседей на нашей кухне, если каждый год мама говорит, что соседей стало больше, значит, оно стало больше, потому что формула одна. Не существует идеальной формулы подсчета даже в мире. Хотя в отдельных странах введены специальные налоговые коды, по которым можно четко посчитать доход от туризма. Ну, например, доходы от ресторанов считаются доходами от туризма. А я задаю вам всем простой вопрос. Крым ничего не заработал. Въезжает турист на автомашине. Могу рассказать про туриста. Он заправляется на заправке. Сбор акцизный идет в уплату, бюджет? Как считаете, Вадим? Ну, конечно, акцизный сбор. Дальше. Мы едем на своей машине. Мы останавливаемся в первой маломальской, не знаю, любой приятной, неприятной, ну, любой остановки придорожной. Мы покупаем некие продукты, мы что-то едим. Даже если мы... Ну, мы оставляем деньги там, да. Оставляем деньги. Можно я вот еще немножко вопрос? Ну, вот просто я раньше задавал вопросы такие, и в том числе предыдущим министрам, да, курортов и туризма. Их менялось много. И мне никто на этот вопрос никогда не смог ответить. Есть ли понимание, сколько вообще людей в Крыму зависят от турсезона, сколько в нем задействовано в процентном соотношении среди крымчан? Потому что у меня складывается ощущение, что этот процент достаточно невелик. То есть кормят ли нас туристы, грубо говоря? Конечно. Ну, в Симферополе, по крайней мере, никого не кормят туристы. Даже в курортных городах. Смотрите, Людмила считает, что нет. Вот расскажите мне, пожалуйста, как не кормят туристы Симферополь. Ну, мало того. Я приведу вам очень простой пример. Я маленький мини-отель в селе Межводное, в поселке, курортном поселке Межводное. Мне нужно купить 20 телевизоров, новые номера. Я еду в Симферополь, в магазин Альдорадо, не знаю, в МВидео, другие, назову марку Хуторок, чтобы не было на правах рекламы, и покупаю 20 телевизоров. Менеджер магазина получил доход и прибыль от того, что я купила 20 телевизоров. Я же их, простите, поставила в номера для туристов. Не было туристов. У меня бы не возникла потребность ехать в Симферополь за 20 телевизорами. Здесь туризм наиболее отрасль, которая во всем мире, почему дается такое приоритетное значение, она поглощает очень многую доходную часть. Бабуля, которая продала мне яблоки туристу, пошла и на свободные деньги купила платок. Этот платок кто-то произвел, и он заработал деньги. Ну и женщины с табличками сдам квартиру. Они тут заработали. Женщины с табличками сдам квартиру в конце сезона своему сыночке-лоботрясу купили, не знаю, там, новый компьютер. Но они же его купили в неком торговом центре, заработали все в этом торговом центре. Понимаете? Здесь не существует... То есть каждый из нас должен быть счастье, стоящих здесь. Каждый регион борется за то, чтобы было как можно не выезжающих туристов. Вот вы, с этой точки зрения, очень полезные для Крыма туристы. Вы вывезете деньги, заработанные в Крыму, в Анапу. И кто-то в Анапе купит телевизор на ваши деньги в конце сезона. Каждый человек... Да, ну, на самом деле, то, что вы сказали, это прекрасно. И я очень замечательно отношусь к республике Абхазия. И я абсолютно согласна с тем, что предварительно вы говорили. Зачастую для нас отпуск, это все-таки смена картинки мира перед глазами. А насчет того, что вы на выходные путешествуете в горы, так вы наш внутренний турист. Вот эти двух-трехдневные поездки внутри Крыма. Пригодитесь вы здесь. И так, пожалуйста, что кроме 7 миллионов еще, как вы считаете, дают? Ну, во-первых... Вы, кстати, уезжаете на лето куда-то? Или постоянно здесь? Я здесь бывал очень много времени, не только лето. Ну, во-первых, хочется сказать, что помимо большого количества туристов... И прибыли, да. И прибыли. Мы получаем здесь рабочие места, которые, безусловно, задействуют огромное количество жителей Крыма. В принципе, рассматривать ваш вопрос, ну, я считаю, не совсем состоятельным по одной простой причине. Если бы вы были знакомы со статистикой всемирной относительно туризма, совокупного, я говорю, вообще в мире, это отрасль номер один в мире по вкладу в мировой ВВП. Поэтому не развивать ту индустрию, которая в мире, которая, по вашим словам, нас опережает сильно. Смотрите, к сожалению, телевизор, который покупают в Симферополе, он произведен не в Крыму. А водичку, которую покупают в ресторане, она произведена не в Крыму. Вот чем надо заниматься, понимаете? А не привлечением сюда людей, которые купят в основном не в Крыму. Ну, он у нас один, там их несколько. Вы посмотрите, как они нарастили объемы. Давайте сходим в магазин ближайший, зайдем, посмотрим, что там крымское, что там не крымское. Вы считаете, что если мы резко снизим количество туристов, то производственные мощности Крыма резко возрастут? Нет, нам надо просто заниматься и Крыму, я имею в виду Крыму, надо делать акцент просто на других секторах. Вы как ательер в конце сезона телевизоры в Симферополе купите или из Китая закажете? Ну, где рентабельнее будет, я думаю. Конечно. Рыночная экономика. Ну, я думаю, это не Симферополе. И до тех пор, пока вы будете считать, что только потому, что что-то произведено в Крыму, должно покупаться в Крыму, это несостоятельная позиция. Потому что на все есть экономические, абсолютно понятные, прозрачные модели и механизмы. И я призываюсь к тому, чтобы вы обращали внимание в первую очередь на это. Поэтому не развивать в Крыму, в том регионе, в котором Богом дано все для того, чтобы развивать туризм, говорить о том, что не нужно делать на это акцент. Но вы, Александр, говорите, что здесь тур-сезон 4 месяца. Это не состоит. Тур-сезон 4 месяца, Александр. Я говорю о высоком сезоне, и если мы будем говорить, например, про наши, в том числе, объекты, опять же, не называя их, то за последние 4 года нам значительно удалось расширить сезонность и высокий спрос в этих объектах. И теперь наш сезон значительно длиннее, чем я. Максим, что скажете вам? Очень просто. Турист, который приезжает в новый аэропорт... Он пьет больше крымского вина. Да, подхватывает. Нет, не только. И приезжает к нам на фестиваль, он получает, во-первых, отель получает деньги. Крым там, да, получает какие-то пользы от того, что мы приглашаем ремесленников, виноделов. Все в одном месте находится, да, и все получают деньги. То есть их вложение... Деньги, какой-то нейминг, прежде всего, что у вас знает. Да, конечно, и они популяризуются в глазах этих людей. То есть хочется потом кого-то за руку притащить опять в Крым. То есть идея очень простая. Яркое событие, да, всегда собирают. Знаете, вы говорите, везут деньги, но при этом в основном туристы намерены в недорогих тратить, ну, брать недорогие номера стоимость около 2-3 тысяч рублей в сутки. В среднем бронируют жилье на 10 дней. А это нормально. То есть за счет оборота, прежде всего, да. Во-первых, смотрите, я еду в отпуск с семьей. Я муж, двое детей. Понятно, что я первоначально хочу потратить недорого. И в этом и есть одна из ошибок наших отельеров. Так же, как и Вадим. Да, в этом и есть одна из ошибок наших отельеров. Вы считаете, что 12,5 тысяч в сутки это соответствующая цена? Я не буду говорить про отель, я знаю, как вы отели говорите. Поверьте, в сегодняшней ситуации с нашими пятизвездочными отелями в Крыму, которых очень мало, и они не появились. И даже в номере за 60 тысяч в сутки уборка на второй-третий день. Это какой-то вы странный отель назвали. Нет, есть такой отель, да. Если вы хотите сказать про тот отель, о котором все говорят, то я лично знаю директора, и я ему передам. Но суть не в этом. Смотрите, существует общий мировой тренд. Мы когда планируем любое путешествие, неважно кто, в Индонезии есть, китайцы или модный блогер, пишущий про малину за 4,5 тысячи. Хотя иногда блогеры нули дорисовывают сами. Ну что ж, греха-то и правду так правду. Так вот, потому что всем нужна сенсация. А сенсация это всегда некий скандал. Вам нужна сенсация? Ну я прям на рынке подхожу к бабушке и говорю, давайте на вашей табличке сейчас пару нулей дорисуем. Так вот, а что это вообще мировой тренд? Будем сенсациировать. Люди планируют свои путешествия, закладывают не более 25%, а стоимости всего бюджета путешествия на услугу размещения. Все понятно. Максим, ваш вопрос, пожалуйста, команде. Я хотел спросить, приглашаете ли вы своих друзей в Крым и куда вы их возите? Показываете ли им что-то, то, что вам нравится? Я приглашаю своих друзей в Крым очень часто. Основные поездки у меня это в основном походы в горы, поскольку поехать сейчас на море, остановиться в гостинице, ну извините, но действительно очень дорого. 2-2,5 тысячи рублей. Вот я лично хотела отдохнуть на прошлой неделе в Крыму, я не нашла себе отеля, который бы соответствовал каким-нибудь стандартам за 2,5 тысячи рублей. Какие-то стандарты должны быть? Элементарные москитные сетки, кондиционеры, две кровати, чтобы не вот так подходить. За 2,5? Где искали? Что? Где искали? Искала в Алуште, искала в районе Ялты и искала недалеко от Судакова. Да, ну конечно. Акция Ялты Интурист 2,700. Гукинг был забитый, поэтому 1-2 дня, конечно, это можно сделать, все приезжают на неделю. То есть у вас в основном такое путешествие по горам, да, палатки? В последнее время, да, я предлагаю остановиться в недорогих гостевых домах, либо в частных квартирах и путешествовать уже непосредственно по горам. Но в этом плане Крым действительно место уникальное, нас путешествовать, не перепутешествовать, поэтому места очень много есть. А искали на этот сезон, получается, цифры, да? Искала я на этот сезон, да, буквально даже перед этой передачей я просматривала Букинг, я не знаю, где вы находили за 2 тысячи или за 17 тысяч на неделю, например, да, вы скажете. Я лично таких не знаю. Вы не на том ресурсе смотрите, от Букингг в последние годы идет 50% падения крымских отелей. Кого приглашаете вы, Вадим, в гости? Ну, я приглашаю в Крым своих друзей, но мы в последнее время реже, и я стараюсь приглашать их в Крым не в сезон. Я стараюсь приглашать их в Крым весной или осенью, когда в Крыму еще замечательная погода, но уже нету такого ажиотажа. Я все-таки считаю, что Крым в основном, ну, как ни странно, это... Отдых в межсезонье, да? Это ваш отдых? Отдых не пляжный, вот я считаю. Ну, для меня Крым, вот это такой регион. Ну, просто, видимо, пляжи настолько не соответствуют вашему представлению об отдыхе на пляже. Ну, во многих курортах, ну, например, вот мне пляжи нравятся в Евпатории или в том же Черноморском районе. Ну, самая большая береговая зона, да. А пляжи, допустим, на южном берегу Крыма мне не нравятся. Зато там есть очень много природной, ну, красоты природы, там есть очень много мест, ну, те же дворцы, парки, где можно погулять, где можно посмотреть, где можно сходить куда-то на экскурсию. Вот именно за этим я приглашаю друзей. Вы не согласны, да? Людмила. Я, наоборот, согласна. Да, поддерживайте. Ну, в прошлый раз вот мы попали с другом в Ялту в октябре, и мне пришлось извиняться несколько раз. За температуру воды морской? Нет, у нас там была очень интересная история с размещением. Дело в том, что почему-то мы решили снять квартиру. С другом? Однокомнатную, да. Ну, чтобы там провести там где-то 5-6 дней в Ялте. Вот, мы посчитали, что это наиболее удобный вариант, вот, квартиру снять небольшую. Дело в том, что почему-то в Крыму, когда ты снимаешь квартиру в частном секторе, ты приходишь, и обычно тебе говорят, что этой квартиры, которую ты снял, ее нет, но есть точно такая же, но немного меньше и другая. Поскольку вы уже с чемоданами, ее кругом, которая хочет уже... Да, и еще бывает, она бывает немного дороже, немного дальше, бывает по такой же цене, ну, в общем... Это опять же вопрос конкуренции. Почему не использовать легальные способы поездка? Потому что 12,5 никак. Я могу предложить, но в раз дешевле. А сколько же? Мы можем найти варианты размещения. Вот сколько самый дешевый номер в июне стоит в вашем? 3 тысячи? Я не знаю, где вы искали, видите, как все просто. Напротив человек стоит, который готов. Алис, вы куда ведете, на рынок? Смотрите, что же вы с рынком-то? Так гостей-то куда ведете? Вы сами начали об этом? Ко мне приехала подруга с севера, сейчас скажу. Ее месяц уговаривали... С севера, она за сколько к вам прилетела? Вот мне просто интересно. За сколько? Да. Они на семью потратили 60 тысяч на билеты. Потому что совсем недавно, после перелета с Урала, 90 тысяч отжаловалась о том, что это невозможно. С Сургута она летела, 60 тысяч на троих. Мост не мост, а как он доберется? Да, вот так вот. И то есть ее отговаривали месяц, а я ее уже три года уговариваю прилететь. Что вы показали ей? Показала Балаклаву, свозила в Бахчисарай. В общем, она приехала с мыслями, что все, в Крыму сервиса нет, потому что все, кто был, они сказали, что сервиса нет. Я сказала, Снежана. Приехали снова. Я сказала, они куда ездили? Они вот ездили в какой-то санаторий по акции, там за 30 тысяч, 10 дней. Я говорю, нет, 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 в Крыму туда пока не надо. В Крыму нужно вот от 6 тысяч за сутки, вот там сервис есть. И на самом деле, то есть мы прогулялись по Балаклаве, мы съездили в горы, мы посетили дворец. И она осталась, действительно, сервис есть. То есть я ей показала, что есть номера с условиями, все от 7 тысяч рублей, либо квартира, 2 тысячи рублей в сутки мы снимаем. И она сказала, я не знаю, где там ходили все мои знакомые, но просто нужно знать места. Если хорошо, то почему же так плохо, то о чем вы говорите сегодня? Потому что это всего лишь, ну, 30 процентов Крыма. 30, и я о них знаю. А тут 30, которые приезжают, выходит из аэропорта, его тут же ловят, я не знаю, там, таксисты или с карточками, давайте я вас привезу на эту квартиру, или вот как объясняют. Так а вы берете трубочку, набираете соответствующие службы, вызываете их сюда. Вы хоть раз это пытались проделать вообще на месте? Скажите мне, скажите мне, вот в Крыму была горячая линия, куда мог позвонить любой турист, и я ее рекламировала абсолютно бесплатно от Крым-курортов. Пожалуйста, где горячая линия? Куда она сделалась? Накануне 1 июня. Его просто поменяли, был другой номер, а сейчас я не знаю вообще, есть этот телефон. Что рекламировать, да? Получается нечего. Ну, я не знаю, то есть если человек попал в беду, он пишет мне. Я как блогер, у меня 2000 сообщений ВКонтакте, я не успеваем ответить. В какую беду попал человек и чего он пишет вам? Разное бывает, вот так же бывает, везли детей, попали, ехали в один, попали в другой, я не знаю как. Никак просто вы выслушали, да, посочувствовали и сказали, что... Я как решаю? Да. Я не успеваю отвечать на вопросы, серьезно. Я бы хотела, но вы представьте, сто 50 сообщений в сутки, я могу просто работать диспетчером и выполнять всю работу за министерство курортов, или кто должен за это отвечать. То есть я могу взять на себя эту функцию, но тогда никаких роликов. Мой? Да. Я была в Турции, и я удивилась, знаете, чему? Тому, что там официант, или там кто тебя встречает, твои чемоданы несет, или человек на ресепшене. Они все могут попасть в отель, вот в отельный кластер, в отельный бизнес, или в кафе, в ресторан, только пройдя обучение. Конечно, я понимаю, что наш официант не должен знать три языка, как минимум, потому что у нас пока санкции, к нам иностранцы не очень едут. Но хотелось бы, чтобы это было на опережение, потому что я думаю, что все будет хорошо с Крымом. Но есть ли какой-то регламент обучения персонала и сотрудников? Вот я знаю, сейчас за экскурсовода взялись. То есть раньше там экскурсовод мог пойти, что-нибудь свое придумать, ну, то есть сейчас взялись, хорошо обучают. Есть ли такое же обучение у персонала, пожалуйста? Ну, во-первых, нужно понимать, что на этот вопрос есть в том числе и законодательные ответы. И с 1 июля все гостиницы принадлежат обязательной классификации, одним из пунктов которой является четко прописанное требование к образованию персонала. Что должен иметь? И менеджмента, и линейного персонала. Они четко прописаны, они понятны. Да, безусловно. Артем, что должен иметь официант? Ну, я, к сожалению, не работал никогда в ресторанах. В первую очередь, любой человек в сервисе, неважно, официант, администратор на ресепшн должен быть, должен улыбаться и должен искренне любить то, что он делает. И третье, что очень важно, он должен понимать, что он делает и в идеале попробовать любой сервис самостоятельно в качестве гостя. Посмотрев с этой стороны, очень многие вопросы отпадают сами собой. Я уже не говорю о постоянных профессиональных тонкостях и навыках, которые учат и руководители служб, и специально приглашенные тренеры. Есть огромное количество различных семинаров, форумов, в том числе организованных нами, на которых мы эти знания даем передовые. Сырин, в чем проблема, как, на ваш взгляд, персонала? Прежде всего, чего они умеют? Лень, боровство? Скорее всего, тот вопрос, который наши оппоненты поднимали еще в первом раунде, вы говорите, что все крымчане не улыбаются. Вы даже не представляете, какой поток, кого вы встретили, там не крымчан. У нас на летний период до 40% персонала приезжает из вне Крыма. Мы, как любой регион курортный, набираем огромное количество сотрудников. Наши пассивные не хотят работать? Нет, нас просто не хватает. А, ну, значит, опять-таки... Сотрудников не хватает. И, поверьте, обучение есть. Такой большой спрос. Любой... Откройте сейчас любой. ХРУ откройте, что угодно. Авито откройте работу. Горничные официанты, горничные официанты, они нужны всем. Ну, сезон начался, конечно, не нужно. Да, крымских физически не хватает. Ну, нет у нас только, да, как бы... У нас произошло... Откуда едут? Переформатирование. Едут отовсюду. До этого был рынок заполнен рабочей силой из Украины. Но в силу последних событий, люди, которые даже по 15-20 лет поработали в санаториях, были вынуждены уехать. Или еще в силу каких-то причин с территории Крыма. И вы не представляете, в какой ситуации кадрового голода выживал туристический бизнес. И пока можно, конечно, хорошо и долго рассказывать, как в Крыму все плохо или как хорошо. И на этом немного... А приезжие обслуживают, на ваш взгляд, лучше, чем наши? И на этом немного зарабатывать денег. Но, знаете, иногда нужно посмотреть в корень проблемы. Нужно посмотреть на тех отельеров, кто реально просто выходит и становится, и обслуживает, и делает. Приезжие бывают разные. А тему, которую подняли, она законодательна сейчас. Во-первых, Крымская школа экскурсоводов никогда больше при мне не говорит, что нас до этого не учили экскурсоводов. Иначе, мне кажется, вот кто-то перейдет в красный угол ринга. У нас старейшая школа экскурсоводов. У нас была в Российской Федерации добровольная. У нас была введена добровольная сертификация всех экскурсоводов. У нас экскурсоводы сами шли и учились. Это не требовал закон. Мы боролись с теми... Знаете, что сейчас происходит? Сейчас любой таксист, любая девочка, приехавшая с Сургута к бабушке, работает экскурсоводом. И так хорошо работает, что потом мне рассказывают, какие у вас плохие крымские экскурсоводы. Это другая проблема законодательная, но суть не в этом. Спасибо. Ваша позиция изна. Максим? Мне кажется, друзья, наоборот, больше пиарят на самом деле Крым. Из того, что я понял, да, нежели отрицают какие-то вещи. Но они же хотят здесь продолжать зарабатывать и дальше. Я отвечу вот насчет того, что... Про сферу обслуживания официанта, да? Я сейчас к этому вернусь. Что есть ассоциация ательеров Крыма, где абсолютно открытая информация в доступе? Есть сайт Министерства турортов и туризма. Туризма, вы были там когда-нибудь? Да, там с горячей линией. Там все обновления бывают. Вы на этот сайт заходили когда-нибудь? Или нет? Максим, давайте коротко. Каким должен быть официант на ваш взгляд? У нас здесь внутренняя сертификация. С официантом работает как сторона кухни, так и вина. То есть это сервис, который... Что вы отмечаете, прежде всего, когда приходите в ресторан, чтобы вам понравилось? К вам подходит человек? Во-первых, встреча гостя — это самое важное. То есть мне должно это уже понравиться на входе. Если там кто-то стоит ко мне спиной и залипает в телефоне, мне это уже как-то не очень напрягает. То есть вас должны увидеть, проводить за ваш столик, сказать, что там сегодня у нас какое-то блюдо дня. Но это там немножко чуть выше рестораны. Хотя бы гостеприимство, улыбчивость и знание продукта, которые они продают. Да, отличить. Это важно. Для этого, кстати, в прошлом году была еще школа гостеприимства открытая. Сейчас много форумов проходит по сервису. Так я не спорю, сервис действительно есть, и официанты действительно хорошие в отелях, где номер стоит от 12 тысяч рублей в сутки. Если это просто частный гостевой дом на 8 номеров... Как вы все перечеркнули, если только от 12, а за 6 тысяч там уже не обслужат, не принесет полотенце. Хороший гостевой дом тоже дом дому розни. Я вот знаю барышню, которая присутствует прямо здесь, у которой частный гостевой дом. Поверьте, у нее официанты такое добро излучают. Она прямо в студии находится. Она исключение из правил. Я договорю, девушки, вас перебью, но извинюсь, ко мне поедем потом в гости в Шампанере. Очень важно донести информацию людям, что не сейчас им нужно хапануть, а если ты будешь нормально к гостю относиться, он придет к тебе с друзьями. И, возможно, не просто кружку кофе в этот раз выпьет, а закажет там какой-то большой банк. Все понятно. Кто еще из вашей команды не задавал свой вопрос? Да. Ту работу, которую вы делаете, она, безусловно, очень важная. Она классная работа на самом деле. И когда вы действительно показываете на реальные недостатки, это очень здорово стимулирует. Потому что никому не хочется быть исполосканной у себя с названием отели. Только не будете тогда уже называть отели, если вы готовы их называть. Если вы реально знаете, что отели, условно говоря... В чем вопрос? Азбука. Вопрос вот в чем. Где та грань? Где заканчивается все-таки? Мы работаем все вместе на благо Крыма? Или мы все-таки что-то делаем для того, чтобы нам чуть больше заработать? Вот где для вас лично? Это такой вопрос общий, он не имеет отношения к экономике. У каждого из вас где вот проходит вот та грань? Я хочу заработать денег, но мне не нравится отель. Вот где у вас у каждого проходит эта грань? Ну, Вадим, я так понимаю, он вообще никого не пиарит, да? Ему это неинтересно, а он в Абхазии, и там все хорошо. Ну, в Абхазии я был летом один раз. Ну, где-то же еще были, кроме Абхазии. Ну, в Турции я был, в Израиле я был, в Египте. В Абхазии прекрасно. На Шри-Ланке я был. Почему нет? В Крыму прекрасно. У вас компромисс какой-то бывает вообще? Ну, то есть... Не предлагают просто. Понимаете, я не являюсь там блогером каким-нибудь известным. То есть, если я напишу какой-то пост, то его прочитают мои друзья, прочитают. Вот, в основном. Поэтому я пишу вот о чем, как я думаю, что со мной случилось, то я и описываю. Фактаж и впечатление? У меня все просто. Если я вижу где-то негативную ситуацию, допустим, хамство на канатной дороге, я беру, об этом пишу. Если я была недавно в Балаклаве в отеле «Дионис», и там номера были элементарные, две с половиной тысячи, мне там понравилось. Действительно, я писала пост о том, что там просто шикарные владельцы, шикарный персонал, и все меня устроило. Сколько вам заплатили за это? Нисколько. Нисколько. Если нравится, я пишу, что нравится. Если нет, то нет. Нет никакой борьбы между нами, отельерами. Мы все делаем одно большое дело, но вот вопрос во взаимодействии. Мне это во взаимодействии не понравилось. Но почему-то вы оказались не нужны. Я сейчас расскажу на конкретном примере. Очень коротко. Очень коротко. Была беременная, очень глубоко беременная, и мы ехали четыре с половиной часа на другой конец Крыма, чтобы отснять отель по приглашению за деньги, естественно. Естественно. Мы приехали туда. То есть вы получили ответ на свой вопрос. Честно. Но четыре с половиной часа беременной ехать на другой конец Крыма, это как бы да. Мы тоже делали справа. Я приехала, картинки были супер, все, отель был супер, и может быть все супер, да, но мне не понравился отель, серьезно. И мы четыре с половиной часа дать за любые деньги. Вы представляете, что было бы? Но вы-то поехали, будучи глубоко, из четыре с половиной часа. А почему нас обманула? Вы не представляете, сколько людей едут по моей рекомендации. Мне бы просто потом, мне бы просто все оборвали. Это моя репутация. Я не могу продать себя за репутацию, свою репутацию за деньги. Это ненормально. Тогда никто меня больше смотрит и будет. Кто еще из вашей команды? Да, пожалуйста. Коротко. Только один общий вопрос. У нас есть проблема, это главная сезонность. У меня вопрос к вам, Грасте, что мы будем с этим делать, что мы все вместе можем с этим делать. Это вопрос, который задают все из года в год. Итак. Ну, давайте так. Взгляд из Питера. Взгляд в... В принципе, взгляд. У любого бизнеса, у любого процесса есть сезонность. Это данность, это не проблема. Вторая часть моего ответа заключается в том, что действительно есть огромный потенциал в оздоровительном туризме в низкий сезон, который недореализован. И сейчас оздоровительный туризм идет в топе по приросту вообще в мире и в России. Что конкретно вы к отельер готовы сделать для того, чтобы люди приехали сюда в ноябре, в декабре, в феврале и так далее? Январь в вашем отеле, он какой? Какую оздоровительную программу? Мы предлагаем оздоровительную программу, в том числе работаем и с людьми с инвалидностью, проходят реабилитации, в том числе этих гостей. Хорошо, после массажа что делать? Коллеги, спам, рестораны, анимация, совместные походы. Анимация в январе, то есть какие-то... Почему нет? Это не новость. Ну, вы что-то узнали для себя новое? Ну, если честно, очень редко я встречаю, что в январе в гостиницах была анимация, хоть какие бы это не было. Я вас приглашаю. Я хочу сказать о том, что мне сегодня реально лучше приезжать. Это объективно лучше, это дешевле, это доступнее, но это не только Крым. Любой курорт, куда вы приедете, это будет. Я хочу поддержать наших отельеров уже в том, что наши отели не закрываются, а работают круглогодично. Если бы вы знали экономику любого отеля, вы бы понимали, то, что у него выходят на работу все его сотрудники. И даже если 4-5 человек в отеле, но ваш кофе также, безусловно, всегда горячий, свеж, а ваша булочка все так же пахнет корицей, а набор шведского стола не меняется, значит, это говорит о том, что отельер делает правильную планку. Значит, в следующем январе уже к нему приедет совершенно другое количество, то есть, так же, как к шампанерию. Если я приеду, мне зимой принесут не только... Слушайте, вы как-то лоббируете, да, интересно? Да. Смотрю, уже 3-4-5 раз за программу или вы после программы просто собираетесь? Мы уже договорились. А, все, вы просто договорились. Максим, ваш ответ. Как расширить рамки курса? Ну, со своей стороны, у нас большая, во-первых, да. Ну, пить круглогодично можно, судя по всему, да? Ну, пить нужно вообще, да, от обезвоживания главное не умереть. Вот, это полезно. Вот, важно сделать гастрономию, чтобы это было вкусно, потому что в некоторых ресторанах невкусно, признаюсь, да, и я люблю вкусно поесть и, конечно, вкусное вино. То есть, мы привлекаем людей, заманиваем сезонным меню. Это не талмуды. Еда и напитки, все понятно. Итак, спасибо. Время третьего решающего раунда «Стекло». Мы ждем окончательного решения судей. Господа, у вас буквально 10 секунд. Алекс, подведите итоги сегодняшней битвы. Не знаю, ничего не могу сказать. Обе стороны были убедительны и очень интересно было послушать и одну, и другую сторону. Тем более, я немножко сам блогер и согласен и с теми, и с другими. В общем, в последнем раунде у меня точно будет ничья. Спасибо. Скажите, кто все-таки был сегодня убедительнее и есть ли у нас будущее? Будущее есть, это однозначно. А как без будущее? А стопать некуда, сзади Турция, вы же знаете, да? Поэтому, ну, обе были команды замечательные, но я не могла. Может быть, меня видели, что мне хотелось ворваться в этот ринг. Жалко, что сегодня не выступала. Потом мне тоже было, не было ей что сказать. Поэтому за нами будущее. Спасибо. Сделали свой выбор. И сейчас мы узнаем, чем же закончилась эта словесная схватка, каковы результаты. Решением арбитров в этом поединке победа со счетом 2-1 присуждается команде в красном углу Туриндустрии. Это было ток-шоу «Жестко». Мы надеемся, что каждая страна изучит уроки сегодняшней словесной битвы. Мы уверены, что в споре рождается истина. Меня зовут Елена Емельянова. Увидимся в эфире «Первого Крымского». Все будет жестко. Субтитры создавал DimaTorzok